Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Авария с пострадавшими пассажирами маршрутки в Тольятти. Балкон придавил автомобиль в Новокуйбышевске и пожар на рынке в Самаре. Обо всем по порядку в нашем криминальном обзоре. Маршрутка с 10 пассажирами перевернулась в Тольятти. Газель налетела на Форд и тот опрокинулся. Случилось это в 6 часов утра. В результате ДТП в больницу были отправлены 7 из 10 пассажиров. Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники полиции. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Новокуйбышевске упавший балкон придавил припаркованный рядом с домом автомобиль. Произошло это в районе часа дня на улице Миронова. По словам очевидцев, в машине никого не было. Данных о пострадавших нет. Размер причиненного ущерба устанавливается. В свою очередь полицейские проводят работу. По факту случившегося идет проверка. Решение будет принято после сбора всех материалов. В Самаре произошел пожар на Кировском рынке. Это видео очевидцев. По их словам, загорелись торговые ряды. Причины происшествия пока остаются неизвестными. Стоит отметить, что пожар случился уже вечером, когда поток посетителей рынка уже был невелик. Самарцам продлили сроки аккредитации транспорта на время чемпионата мира. Жителям Ленинского и Самарского районов, которые зарегистрированы около площади Куйбышева, нужно подать заявление в Управление информации и аналитики на Куйбышево 120 в седьмой кабинет. Также идет прием документов и от тех, кто живет неподалеку от стадиона Самара-Арена. В их случае нужно обращаться в приемную администрации Кировского района на улице Свободы 194. Для оформления пропусков в пунктах аккредитации спрашивают паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания и транспортного средства, а еще полис ОСАГО. Продавать незаконно сигареты станет сложнее. Кроме того, значительно снизятся шансы подделать лекарства. Их промаркируют. И к 2020 году на всех прилавках страны будут продавать только отмеченные специальной этикеткой медикаменты. Каким именно образом в Самарской области намерены бороться с теневым бизнесом, выяснила наша съемочная группа. О том, что курение опасно для жизни, знают все, но самарцев, страдающих от этой привычки, крайне немало. И оттого все больше спрос на сигареты ниже рыночной цены. Покупают их, как правило, у предприимчивых торговцев, которые привозят прибыльный, но вредный груз в основном из Казахстана. Стоят табачные изделия в два раза дешевле и объясняется это тем, что на пачках нет российской акцизной марки. Так же, как и предупредительные надписи и розничные цены. Из-за теневого оборота государство ежегодно теряет 50 миллиардов рублей. Легальных производителей и продавцов периодически ловит за руку. В этом году полицейские накрыли два незаконных цеха в Сызрани и изъяли 2000 коробок сигарет. Убластной столицы задержали торговцев на Ленинградской и Советской армии. При этом сигареты из Казахстана завозят в губернию под предлогом «для себя». А оборудование из незаконного цеха возвращают собственнику, если не доказана его причастность к этому процессу. Изменение в российском законодательстве, конечно, оно необходимо с тем, чтобы ужесточить ответственность при уничтожении оборудования. Его можно изъять, но если те, кто производил, не владеют этим оборудованием, то уничтожить оборудование невозможно. Кроме того, нужно проработать вопрос. Есть такая проблема, когда она в Тольятти по большей мере существует. Это когда транспортные и логистические организации, в том числе в основном, осуществляющие почтовые отправки. По почте очень большое количество заходит тоже вот этого товара. Мы работу с ними проводим. Они как бы сообщают в режиме анонимном, скажем так. Ну, здесь тоже какой-то момент надо проработать, чтобы они знали, что им нужно сообщать об этом в обязательном порядке. Предложение внесли в протокол заседания комиссии, а затем приступили ко второму вопросу. Оборот недоброкачественных и фальшивых лекарств. Сейчас часть лекарств уже промаркировали, и постепенно наклейки появятся на всех упаковках. Сначала стоимостью выше тысячи, затем ниже тысячи. В этом году проверка показала, что в Самарской области единичные случаи продажи медикаментов, документы которым не соответствуют норме. Побочного действия от таких лекарств не ощутил ни один житель региона. Впрочем, проверки должны проходить еще тщательнее, ведь в других регионах такие случаи периодически на слуху. Мы сегодня рассматривали с вами достаточно очень важную цигму для нашего населения, и работать здесь нельзя успокаиваться. Профилактика, очень жесткие меры к тем нарушителям, ну и вот те перспективные задачи, которые сегодня были предложены, давать их активно внедрять. Анастасия Шамшур, Николай Сидоров, СТВ. Дежурный по городу далее. Мария Левина с очередной коммунальной историей из жизни самарцев. Здравствуйте, в эфире Дежурный по городу. Складывается такое впечатление, что ответственные организации ждут трагедии, прежде чем что-то решить, оставляя людей один на один с их проблемами. Город имеет право знать. Чапаевская, 127. Старые сараи в историческом центре города не могут убрать уже пять лет. Сейчас они уже развалились и представляют реальную опасность. Вот эта пороховая бочка, которая нас каждый день спать ложимся, просыпаемся, живы и хорошо, не сгорели. Ну, плюс ко всему детская площадка, дети бегают. В администрацию обращались, администрация с комиссией приходила, обещали вывести до первого мая это все, согласовали все. И на этом все закончилось. Перекидывают, перефутболивают администрации на жилсервис, жилсервис на администрацию и не могут найти концы. Нету средств, как они говорят, у нас нет средств. Есть средства, есть средства, только не вывозят, только не вывозят. Ломают каменные дома, он везде на перекрестках, рабочая и глухомоска дома, а мы стоим. А здесь вывезти вот это вот не могут никак. Уже и подписание пожарников было, кто только не приходил, все. И, ну, ввоз как ныне тут. Они сыпятся, ломаются, вот что-то делается. Деревянные строения, кругом дома. Кто-то кинул бычок или что-то, здесь сгорит все моментально, полквартова выгорит. Если ветер будет, тем более. Вот, плюс ко всему дети вот бегают. Забежал туда ребенок, его придавило. Зачем ждать того момента, потом найдут, конечно, концы, кто виноватый будет. Ну, а зачем? Ребенок страдает или кто-то. Да взрослый подойдет, завалит любого. Так как находимся в Самарском районе, самая проходная зона для отдыхающих и, скажем, приезжих людей, которые приедут на чемпионат, то это вот, как бы, уже получается неприглядное лицо. Вообще ничего не называют. И сказали, после Мондиаля будет вылаз. Ну, после футбола и после Мондиаля нас просто забудут про эти сараи и про нас тоже. И больше сюда никто не придет и даже не будут ничего делать. Вот это мы боимся тоже больше всего. Побыстрее, да. Время, время. Если до этого не могут очистить город, привести в порядок, то после этого мероприятий вообще будет наплевать всем. Если вы долгое время получаете одни отписки, но они никак не решают ваши проблемы, пишите, звоните в нашу программу. Объект 15, так во времена Великой Отечественной называли самый мощный в мире радиоцентр. Он появился в далеком 43-м под Куйбышевым, вблизь поселка Новосемейкино. Сейчас объект в нерабочем состоянии и полуразрушен. Спустя долгие годы его решено превратить в музей. План реконструкции обсудили общественники. Старенькая пианино, полки с пожелтевшей технической литературой, бесхозные журналы учета и схемы. Сейчас это едва ли не забытая история. А в военное и послевоенное время равных этому радиоцентру не было во всем мире. Сотни тонн мощнейшего оборудования размещались на глубине 22 метра в бункере, который мог выдержать прямое попадание самой смертоносной в военные годы авиабомбы в 500 килограммов. Центр начал работу в начале 43-го. Построили его всего за год. Именно оттуда транслировались сводки Совинформбюро и знаменитый голос Левитана, который было слышно далеко за пределами Советского Союза. Сигнал доходил до Западной Европы, а в лучшие времена даже и Америка слышала. Разумеется, Япония и Северная Африка. Все эти страны были охвачены вещанием с этого объекта. Радиоцентр транслировал сигналы разной частоты с помощью нескольких башен. Максимальная высота некоторых из них свыше 200 метров. Мощности сигналов в 1200 киловатт, в то время космической, удалось добиться нестандартным подходом. Раньше сила передатчика зависела от количества в нем ламп и транзисторов. Но делать длинные гирлянды оказалось не выход. Таких показателей добиться было невозможно. Так вот Минцеда впервые в мировой практике предложил не соединять лампы в кучку, а соединять в кучку передатчики. Крупнейший радиоцентр прекратил свою работу в 2005 году, так и оставшись самым мощным в мире, поскольку сейчас с развитием информационных технологий необходимость в таких мегаустановках отпала. Сегодня исторический объект находится в плачевном состоянии. Представители Общероссийского народного фронта, Общественной палаты, Туристического общества, а также органов исполнительной власти выступили с инициативой превратить бункер в музейный комплекс, привлечь к реконструкции общественной организации и меценатов. Очевидно, что найдутся люди, которые будут сюда вкладывать деньги, потому что государственное частное партнерство сегодня находится на подъеме. А то, что здесь будет очень высокий интерес со стороны туристов Самарской области, и мы это сделали осознанно накануне открытия чемпионата мира, для того, чтобы об этом громко заявить. Я думаю, что мы обеспечим данный объект туристическим потоком. На выездном заседании общественники обсудили, как будет выглядеть будущий музейный комплекс. Внутренние помещения центра планируют восстановить, максимально сохраняя внешний облик тех лет. Прилегающую территорию также облагородят и обустроят большой паркинг. Вячеслав Душин, Эдуард Растегаев, СТВ. Подготовка к Грушинскому фестивалю началась, хотя из-за чемпионата мира по футболу его дату перенесли на август, с 9 по 12 число. Слету авторской песни в этом году уже 50 лет. Число его посетителей за все время проведения превысит 3,5 миллиона человек. Как фестиваль начинался и каким он стал, наша съемочная группа узнала у постоянных участников. Братству фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина в этом году исполняется 50 лет. Участники ансамбля «Грушинская трио» ходят по давно знакомой поляне, вспоминают, сколько дорогих сердцу моментов здесь было, сколько песен спета у костра. И вспоминают самого Валерия Грушина, молодого парня, певца, туриста, который погиб, спасая тонущих детей. Анатолий Головин, друг Валерия Грушина, пел с ним в одном ансамбле «Поющие бобры». Он вспоминает, как в 1968 году студенты, туристы, просто любители песни, решили почтить память своего товарища. Вот так образовался первый фестиваль, который прошел в центре Жигулей, в каменной чаше, где пели все, так сказать, любители песни бардовской, туристы, в основном туристы, конечно, были в те времена, в пещере. А потом на следующий год подумали, что народу много, значит, каменная чаша не вмещает желающих. После чего было принято решение провести фестиваль на Мострюковских озерах. Гора стала зрительным залом, а плотно водной поверхности – сценой. Через три года этой сценой стала та самая гитара. С тех пор прошло много лет. Были годы, когда фестиваль не проводился. По разным причинам. Потому и есть разница. Фестиваль 45-й по счету, но ему 50 лет. Однако его суть и особая атмосфера остались неизменными. Сюда людей ведет бескорыстие, дружба, любовь к песням. И сегодня это вообще приобретает такую великую человеческую ценность, что ничего не надо менять. Пусть так остается. Конечно, песни меняются. Приходят другие люди, у которых и другие интересы и так далее. Но когда они приходят сюда, они начинают жить тот самый жизнью. Впервые в истории фестиваля дата его проведения изменится. Он пройдет не в июле, а с 9 по 12 августа. Но уже сейчас идет подготовка к нему. Всех желающих будут ждать на этой поляне. Одному из участников или гостей повезет особо. Дело в том, что в этом году ожидается трех с половиной миллионный посетитель. Его ждет приз и выступление на главной сцене. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Встретимся с вами, дорогие друзья, на Грушевском фестивале в самом начале августа. Максим Остриков, Владимир Терентьев, СТВ. Футбол глазами фото художника. В Самаре в канун чемпионата мира 2018 открылась интересная и оригинальная выставка работ. Автор – самарский мастер Юрий Стрелец. Наши корреспонденты впечатлились. Это самые яркие моменты матча. Их собирали не один год в разных точках земного шара. Мастер Юрий Стрелец всю жизнь в профессии. Поймать такие кадры, говорит автор, экспозиции практически невозможно. Надо даже больше, чем спортивное чутье. Тут надо не угадывать, а предвидеть, понимать игру, понимать, кто кому когда даст, что там будет. То есть нужно понимание изнутри немножко. Десятки остановленных мгновений. Их уже не вернуть. И все же эти работы словно разрывают время и переносят на самые различные стадионы и спортивные площадки. Каждая работа – это мини-рассказ со своей неповторимой историей. Современным сленгом, если сказать, то просто отпад. Просто я вот даже зашел, пять метров прошел в фойе и сразу обалдел. Ну просто очень здорово, очень здорово. Такие все живые фотографии. Яркие моменты баталии, лучшие матчи, выдающиеся спортсмены, тренеры и болельщики. Это не только фотографии игр и спортсменов Самарского клуба «Крылья Советов», но и кадры детско-юношеских турниров, игр сборной России, лучших сборных и клубов международного футбола с участием звезд мирового уровня. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. О наиболее заметных событиях в спортивной жизни региона в нашем обзоре. Защитник Иван Таранов покидает «Крылья Советов». Ветеран нашей команды играл в Самаре с 2008 года. Это действительно один из самых любимых игроков наших болельщиков. В команде ему пожелали удачи в дальнейшей карьере, пишут спортивные интернет-издания. Сами же футболисты и тренерский штаб нашей команды сейчас находятся в отпуске. Волжане по итогам прошедшего сезона вернулись в российскую премьер-лигу и совсем скоро начнут подготовку к сезону. Будут поставлены задачи на сезоны самарским баскетболистам. Сама команда и тренерский штаб сейчас отдыхают. Набираются сил перед стартом нового сезона. Напомню, подопечные Игоря Грачева действующие серебряные призеры российской суперлиги. Своих чемпионских амбиций они не хотят потерять и в следующем чемпионате. Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале Ролан Гарос. Обидчицей Тольяттинки стала американка Слоан Стивенс. Счет 3-6-1-6. Поединок продолжался 1 час 10 минут. Стивенс ни разу не подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 5 брейкпоинтов из 7. На счету Касаткиной две двойные и один заработанный брейкпоинт, который она реализовала. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.